Автор ролика не призывает вас к ненависти. Данное видео постановка, а все участники актёры. Ну а перед тем, как вы посмотрите, я рекомендую вам поделиться этим роликом где-нибудь в фейсбуке или в других соцсетях, подписаться обязательно на мой канал, а ещё лучше, если вы расскажете о нём своим друзьям и так далее. И да, начинаем просмотр. Я вас знаю. Я, кстати, вас видел, только нечаянно переключил. Да-да-да, я случайно тоже. А вы откуда? Из Кишинева. Ага, и вы тоже о политике общаетесь в видеочате, да? Да, только симпл. Ну, не так, как действительно те, которые разбираются до конца. Да. Знаю каждое ваше слово со всех каналов, которые ваши. Ну, вы же знаете, есть ещё тоже один блогер из Молдовы, Рузик Бурус. Слышали о нём? Нет. Не знаю. Тоже есть в Молдове, по-моему, 2000, но он уже давно не снимает, я не знаю почему. Поэтому я и не знаю, наверное. Вот, но он снимал где-то год назад, даже, по-моему, два года назад тоже. Ну, когда Андрей Полтава начал, примерно тогда Рузик Бурус тоже начал снимать. Да, и Полтава, смотрю, и Луганскую, и Хунта, и все. А, Одесская Хунта, да. Это мой профиль, как говорится. Ну, здесь сложно сказать. Мы сейчас, знаете как, разбудили Власова. Почему? Ну, Власова, понимаете, в смысле, как я псевдоним, так бы, как бы, ну, не псевдоним, а как сказать правильно. Как бы, вокруг да около. Власова, это предатели, предатели был, да? Ну, да, 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 есть такое. Так и у нас вот так, президент, кто у нас? Власов. А, а, это? А, я понял, просто Власов в сторону нацистов, а в эту сторону Рождествен. Да, 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 да. Это Власов. У нас это Власов, и вот, понимаете, миллиард, когда украли, многие думали, что Филат, это все, пройдет, все нормально. Оказалось, он вор. Ну, это да, это и так он сейчас все рассидит. Да, это люди поменяли свое в корне, многие поменялись. Да, просто в Молдове очень многие партии, они, ну, у них обложка, то, что они демократы, проевропейские и так далее. Да, 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 да. А, на самом деле, они под этим прикрываются и воруют. Да, есть такое. Да, точно, точно, это. А, Майя Санду, что про нее думаете? Да, она какая-то двойственная, непонятная. Ну, про российских взглядов у нее я не наблюдал. Ну, знаете, я бы так бы не сказал. Майя Санду есть про российские взгляды? Там не только то, что про российские, там такие взгляды, как говорится, непонятные. Она хочет пройти, даже если бы она связывается с кем-то нехорошими людьми, ну, которые вот на Украине там все это, знаете, да? А нехорошие на Украине, это где, как? Ну, это как его... ДНР, вот эти непонятные республики? По плану человека, она там есть одна, Козловская, или как она ее называет, знаете, да? А она спонсировала ее. Майя Санду? А какой интерес Майя Санду, я просто не понимаю. И так она должна была тогда, ну, есть же фотографии, где они снимались в Евросоюзе, видели это все, да, нет? Ну, которая праздывала Сепра в Козловской, да? Да, да, да. И если ее спонсировала, то она должна отмеживаться потом, случайно она попала туда или как, но она никак не высказалась. Она как бы молча проходит дальше. Это опасно. Да, но тогда какие кандидаты остаются, если... Да, да, я не спорю, я не спорю, что, понимаете, они отмеживаются между собой только. И они дерутся между собой. Вот это и все. Самое интересное в том, что в Молдове тоже, как в Украине, выбирают лучших из лучших, а лучших из худших выбирают. Да, да, да. Ну, понятно, что партия социалистов там... Зинаида Гречаная, по-моему, ее Зинаида зовут, или Лидия Гречаная, которая самая главная. Зинаида. Зинаида, да. Она за социалистов... Из Бречанского района было выслано в Россию. Да, 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 я читал программу. Это же я там знаю все сел эти. Вот, и она была выслана, ее родители были высланы, и она топит за тех, кто, по сути, ее высылал. Ну, социализм, коммунист, как бы там. У меня родственники, вот, дядя мои и отец служили в румынской армии. Эти дедушки служили, потом забрали русские в Российскую армию, в Советскую армию. У меня дед один, или как-то не дед, дядя, дядя. Ну, брат деда, да? Нет, муж, он тоже как дядя, муж... Ну, вообще, у вас родственник. Тети моей, тети моей. Понял. Моей прямой тети. Ага. Сестра матери. Понял. Он попадает в плен, он был в тяжелой артиллерии, ну, в артиллерии. Ага. Попадает в Советском Союзе, попадает в плен, где-то под Сталинградом, не знаю где. И его высылают туда, в Сибирь, даже в Тундру куда-то, в Сибирь туда, почти в Тундру. Резал там дрова, все, его казнили, может, по-всякому. И там он нашел женщину, тоже надзирателем, что-то такое. И потом бросил, приехал, когда его освободился, приехал в Молдавию. У него тут жена особая, понимаешь? И та жена приехала сюда и нашли, нашел ее с детьми и уехала назад. Но все равно он стопил уже за Россию. Понимаете? Хотя воевал за румынскую армию, да? Да, 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 и все, 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 буквально все. Что? Представляете, вот его так замучили, и он все равно пел песни еще, а танки наши быстро. Так что здесь абсурд. Ну, ничего не сделаешь. Есть такой, но это... Уходит румынская армия. Мой отец как раз был для войны. Ну как, для армии, не для войны. А он родился одновременно в один год с Рейзелем Михай. И им скидку дали в армии не служить. Те, которые родили все, не имеет значения от нации. Кто родился в год? Короля? А, Михая Первого, да. Нет, не Михая Первого. А какого? Ну, Михай Первый он потом вернулся в Румынию, я помню. Нет, я имею ввиду этот Рейзелем Михай, король Румынии. Так, а Михай Первый тоже же король? Я не знаю, может быть. Но Михай, он же умер недавно только. Да, да, вот это, да. И он освободил всех от армии одногодки. Ну. И его взяли поздно в армию отца, потому что уже война, и некуда было девать. И вот представь себе, уходит румынская армия. Отец говорит им, на кого нас оставляете? Там же разговор шел, что... И кушает, мол, людей. Так они придут и за один обед нас кушают. А отец говорит, мы через год придем. А в Советском Союзе не знали, что через год придут, представляете? Говорили прямо, что война все равно будет, по-любому. А Сталин так был уверен, что он... Отец знал, и все знали, а Сталин не знал. А кто сказал через год прийти? Румынская армия? Ну да, эти, как его, офицеры. Потому что отец к офицерам обратился. А мы через год придем, да. Да. Потому что силы не равны. И они уже договорились с этим, с... с Германией. Потому что делать нечего. Она, как бы... Советский Союз, как бы толкнула румынскую армию, или как... Румынию к немцам. Ему не подавило. Это как его... Ну понятно, понятно. Франция была под немцами. Все уже были под немцами. Ну да, Францию там быстро оккупировали. Да, да, да. А Румыния смотрела на Антанту. А уже не с кем было советоваться. И не было куда податься. Да, но потом же Румыния воевала на стороне. И Советского Союза, и Британия, и Америка. О, знаете, Датия после... Если смотреть со времен Датии. Римская Датия или просто Датия? Датия просто. А, потому что потом была Римская. Да. Ну да, и Римская. Да, после Римской Датии. Вот именно после Римской. После Римской Датии, когда она уже... Датии эти Римы ушел, то есть такой историк Сергей Медведев. Он хорошо описывает там все, как это было. Вот не смотрели? Нет. Ой, там... Там четыре эпизода. Хороших. Ну я посмотрю. А как называется? Документальный фильм, да? Исторический? Нет, нет, нет. Он сам по этим странам ездит и сам все рассказывает, все историю. Вы знаете Сергей Медведев? Не, не слышал. Да, видел. Может, видел его лицо, но не знаю, как его зло. Такое чувство. Так, он историк, он еще... Тем он там... Ну, на телевидении постоянно и сам... Как сказать? Ну, комментатор или как? Я понял. Да, комментатор, правильно. Да, и комментатор. Ведущий, ведущий. Он вообще умный человек. Ну, ведущий, я понял. Что вы скажете? Так, значит, начинаем сначала. Значит, Румын это затерянные дети римлян. Можете записать. Значит, это раз. Потом, так... Ладно, секунду, я... Да, 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 я же не против, я жду, да. На руинах, да, окей, так? Да. Румын это затерянные дети римлян. Ну, это так и есть. Да, вот это название. Так это даже, вот смотрите, да, румын. Это сначала в Даке кто жили? Дако, руманы. Ну, а потом руманы в румыне. Да, как он там все? У него 4 или 5 есть. И последнее у него румынская рулетка. А что это значит? Про что там рассказывают? Ну, откуда взялись? Всю историю. Там все вот это на этой местности. Вот многие просто в Молдове думают, что Молдаване это отдельный народ, не румын. Это же как бы один народ. Так, вот то, что я вам это прочитал, да, если посмотреть. Там еще где-то одна, непонятно что. Так, наверное, тоже здесь написано. Мы Молдаване принадлежность нации. Наверное, это тоже. Да, это тоже, наверное. Сергей Медведев. Не, я запишу, почему нет. Интересно. Я его и раньше уважал, когда еще не про историю, он вроде ничего такого не говорит. Ну, а сейчас он не смотрит, кто... Он говорит полностью историю в румынии. Не скрывает ничего. И он так и говорит. Значит, румыны ниоткуда не приехали, никуда не ушли. Они как фратийцы, как началось фратийцы, да? Ну, да. Еще в Балкане это фратийцы были. Да, я знаю. Фратийцы где-то Дако, фратийцы греки, там разные-разные, да? Еще описывал Херодот или как, Геродот, да? Ну. И он даже описывал про Дако. Это еще древний греческий историк, да? Да, да, греческий историк. Но он тоже фратийц был, по-любому. Ну, да, ну, да, понятно. Там Гомер. Как болгары пришли, как венгры пришли, ну, как бы их не 25% уже осталось. Да, кстати, я недавно удивился, но оказывается румынов, где-то 1600 румынов мусульман, ну, они ислам исповедуют. Вы знали об этом? Я просто недавно знал. Еще раз. Где-то 700-600 тысяч румын исповедуют ислам. Сейчас? Да. Ну, когда была Османская империя, Румыния часть была, в Османской империи? Нет, подожди, а где они сейчас? Они живут в Турции, ну, в Лахе, они называют себя румынами, в Лахе называют. А, ну, так перешли, конечно, даже на Украине есть такие в Лахе, забыл, как они называются, но никто не знал, что они там живут. Арнауты? Нет, они как-то по-другому. Крымские татары? Да, что-то, в Лахе, наподобие этого. Я там был, вы понимаете, да? Вы жили там, или я просто тоже как бы был? Ну, да, ну, я был именно после того, как там случилось. А, война, я понял. И так, что я уже столкнулся ближе. Впрочем, тогда Косташ говорил. Что говорил? Косташ. Это кто? Ну, который армии тогда руководил. В Молдавской? Да. О чем он говорил? Он говорил так. Ладно, говорит, казахские там люди и все, которые со стороны России, говорит, мы понимаем, это империя зла. Ага. А вы, украинцы, идите домой потихонько. Завтра они на вас нападут. Да, там же ж воевали, Корченский, вот это воевали. Да-да, я же говорю, завтра на вас нападут. Что вы будете делать тогда? Так я говорю, что они там забыли? Так это Косташ говорил, я вам говорю, что Косташ это тогда говорил. И он, они так говорили, а мы же братья. Вот тут и братья, да. Братья, вы не братья, а мы-то братья. Вы же фашисты, а мы братья. Теперь они тоже, ну как, я тоже украинец, я про УНСО говорю. Теперь прошло время. Косташ радуется. Уставший гел, вот это еще тоже фактор. Он радуется. Мы нахлебались, теперь пускай нахлебается и они. Я рад этому. Я понял. Я снюпал. Да, не думаю. С одной стороны, с одной стороны смешно, вот дебил корченский, а с другой стороны, нам в Молдове тоже, если Украина проиграет, извините. Я же говорю, а он-то говорил, говорит, если вы бы сделали то, что нужно, как вот вы на передаче тоже говорили, что обидно как-то Украина тогда не закрыла все. Решили бы этот вопрос быстро. Сразу бы, и тогда бы, и еще если пару штук этих ядерных поиголовок не дали, Россия бы не трогала это. Да, тогда же была ядерное оружие, еще одни 94-х, да. Но они же братья. Да, братья. Вот и братья. Они даже нам задавали вопрос, как брат на брата пойдет? Вот тебе и на. А теперь в Молдаве, когда прошла через такой круг, и тут обокрали меня, она уже вместо Украины стала. Как она в начале, почти она сейчас. Вы понимаете это, нет? Выбрали Додона, если не сказать по-другому. Да, Додон, знаете, что недавно сказал? Говорит, да, да, Евроазийский союз, таможенный, это хорошо, но Молдова не вступит, потому что на повестке дня этот вопрос не сидит, и плюс у нас как бы евроинтеграция, это Додон говорит. Да, да, да. Вы слышали недавно, да? Он уже поехал туда опять в Россию. И кто его просит столько ехать? Он там храм делает, понимаешь? А, Додон же, что же, говорит, что нужно в Молдове бороться за атеизмом. О, хипот. Еще раз. Додон говорит, что в Молдове нужно бороться за атеизмом. Это было где-то. Напишите, это я, напишите, найдете там кучу статей, об этом есть, по-моему, даже ролики. Ну, он так сказал, он чисто, он не всерьез это сказал. Ну, он неадекватный тогда, полностью. Он, я атеист, он просто играет на вот этих православных нотках людей, понимаете? Да, где-то приедет в село, калачик укусит и так далее. Вот. А теперь мы в южном городе, в южной столице, городе Кахул. В Кахуле президент Игорь Додон встречается опять с мужчинами и женщинами. Но в первую очередь с мужчинами. Привет, мужчина. Здравствуй, президент. Я Игорь Додон. Знаю, президент. Покушай с утра, ведь ты делал спорт. Покушай, кулачел. А кулачел ведь от детей. Да ничего, дети ленивые, ты кушай, ты делал спорт. Укуси вот так кулачел, кусочек соли и давай по ступеньке. Хрёпа, 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 хрёпа. А приканывает Гагаузия в 2004 году вышли, вышли Гагаузия, вышла с флагами нет Евросоюзу, нет НАТО, нет, короче, да Евразийскому Союзу, да Сотрудничество с Россией. Идешь в Гагаузию, смотришь, этот проект поддержан Европарламентом, тот проект. Россия им не помогает вообще, только на Евросоюзе. И даже, спасибо они говорят, когда Румыния помогла Гагаузии, там сахар, это очень много помогало, вы сами знаете. Они сидят и такие говорят, да, вот, помощь, спасибо Кищеневу. Она говорит, спасибо Кищеневу, просто Кищенев распределял. Все в Кищенев сначала бьет, потом в Гагаузии. Да, это, это вовсил ужас. Понимаете, у нас так раздвоились сейчас люди. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.